МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развязанные Азербайджаном и Турцией агрессивные войны, уничтожение народа Арцаха, МИД Арцаха. Адам Шинф, США должны пересмотреть свои отношения с Азербайджаном и Турцией. Главный зачинщик Нагорно-Карабахского конфликта Эрдоган, президент Асад. Новости из Западной Армении. В ходе интервью президент Западной Армении Армена Кабрамян дает юридический анализ сербскому договору. Обсуждаются юридические шаги, направленные на выполнение договора, различия между реальными правовыми картами, видение Вельсиновской Армении и текущая ситуация в Западной Армении. Интервью доступно на нашем сайте и канале YouTube. Обращение вице-спикера парламента Западной Армении Лидия Маркусян к мэру. Госпожа мэр, господин мэр. С 27 сентября 2020 года Азербайджанское государство при поддержке турецкого государства бомбит территорию Арцаха на Горной Карабах, населенную в основном коренными армянами, живущими на землях своих предков более 10 тысяч лет. В 1921 году Советский Союз произвольно передал эту территорию Азербайджану вопреки международному праву, воле армянского народа, где азербайджанцы проводили дискриминационную политику в отношении армян. После 70 лет колониального гнета армянский народ решил использовать свое право на самоопределение для управления своим государственным устройством в соответствии с законодательством СССР и международным правом, начав процесс выхода из состава СССР одновременно и Азербайджанской СССР и Армянской СССР. Так что мы не говорим о сепаратизме, а о праве народов на самоопределение на основании ст. 1 пункта 2 Устава Организации Объединенных Наций и о применении Международного мирного договора, подписанного в севере 10 августа 1920 года. Это решение спровоцировало массовые убийства в Баку, Ганзаке, Кировабаде, Сумгаите, в результате которых погибли тысячи армян в Азербайджанской СССР. В 1991 году Азербайджан развязал агрессию против республики Арцах. Эта война унесла десятки тысяч жизней и привела к победе народа Арцаха, к реализации его права на самоопределение и соглашение о прекращении огня, подписанного 14 мая 1994 года. Сегодня это новая агрессивная война Азербайджана, которую открыто поддерживают турецкие вооруженные силы, направлена она против гражданского населения и юридически считается военным преступлением в соответствии с римским уставом Международного уголовного суда и международным гуманитарным правом. Эта новая агрессивная война напрямую связана с оставшимся, без ответа вопросом, о восточной границе армянского государства, Западной Армении, которое было признано союзниками в 1920 году, но считается предметом оккупационной программы. Согласно Международному праву, статья 92 Северского договора гласит, что границы между Арменией, Западной Арменией, Азербайджаном и Грузией будут определены прямым соглашением между соответствующими государствами. Вот почему Азербайджан пытается продвинуть свои границы путем этнической чистки, без каких-либо консультаций с армянским государством Западной Армении, пока его вооруженные силы позволяют с целью присоединиться к Нахачевану. Полная статья доступна на нашем сайте. Мирное население Арцаха страдает в результате войны, развязанной Азербайджаном и Турцией. Президент Западной Армении Арменак Абрамян просит срочно оказать помощь семьям, пострадавшим от бомбардировок турецко-азербайджанской армии. В эти дни противник наносит ракетные удары по столице Арцаха Степанакерту, в результате чего есть жертвы, раненые, повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры, в том числе электростанции, сотовые станции, больницы, продовольственные магазины, школы и детские сады АЗС. Если вы хотите поддержать пострадавшие семьи, вы можете сделать пожертвование на следующие банковские счета. Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление, в котором в частности говорится «Неудержимые попытки достичь военных целей и неся серьезные потери в живой силе и военной технике вооруженной силы Азербайджана, находящиеся под прямым контролем Турции, продолжают с возрастающей интенсивностью атаковать гражданское население и гражданскую инфраструктуру Республики Арцах. Степанакерт, Шуши, Мартакерт, Мартуни, Гатрут и другие населенные пункты Республики подвергаются массированным ракетным обстрелам. И прекращающееся нападение на мирных жителей и гражданские объекты не оставляют сомнений в том, что настоящей целью агрессивной войны, развязной Турцией и Азербайджаном при поддержке боевиков из ближневосточных террористических организаций является уничтожение народа Республики Арцах, как продолжение политики геноцида армян». Соединенные Штаты Америки должны пересмотреть свои отношения с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил на пресс-конференции в мэрии Лос-Анджелеса член Палаты представителей Адам Шиф. «Американский народ должен понять, что поставлено на карту, когда жителей Арцах убивают, когда гражданские районы подвергаются бомбардировкам и артиллерийским обстрелам азербайджанцев, причем все с помощью Турции. Это угрожает всем нашим свободам», — отметил он, добавив, что этот конфликт должен заставить нас пересмотреть наши отношения как с Турцией, так и с Азербайджаном. «Если союзник Соединенных Штатов вербует боевиков из Сирии, чтобы поощрять дальнейшее кровопролитие и убийство мирных жителей, то какие они союзники в НАТО или в других странах», — отметил депутат. Напомним, что ряд американских политиков выразили поддержку армянской общине США, которая выразила справедливый протест против Азербайджана и турецкого нападения на Арцах. «Использование Анкарой террористов в Карабахе не вызывает сомнений», — отметил президент Сирии Башар Асад, отвечая на вопрос интервью Рия Новости. «Еревану известны тесные связи Азербайджана с террористическими группировками. Определенно мы можем это подтвердить, но не потому, что у нас есть доказательства, а потому что даже когда доказательств нет, есть определенные индикаторы. Турция использовала в Сирии террористов из разных стран. Она использовала те же методы, в Ливии, использовала там террористов из Сирии, может, из других стран», — отмечает Асад. «По его словам, то, что Анкара использует те же методы в Нагорном Карабахе, не требует доказательств». «Это очень вероятно, потому что, как я уже отметил, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт. Она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», — отметил Асад. В Карте, в Западной Армении, выпал первый снег. Песчаные острова образовались в результате падения уровня воды в реке Халис. Река Халис переживает самые засушливые дни последних лет. Считается, что уровень воды упал из-за малого количества осадков в летние месяцы. Была очень жаркая погода, и фермеры регулярно орошали свои сельскохозяйственные угодья, несмотря на критический низкий уровень воды. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Карин», «Карно», «Квачари». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...